Слава Украине, привет всем от Волонского. В Кремле нарастает истерика, еще и какая. Признаком истерики являются, знаете, частое упоминание в СУЕ ядерной бимбы, ядерного апокалипсиса. И вот помните когда-то, наверное, год назад, может больше, Боброедка заявляла о том, что чтобы запугать весь мир, нужно где-нибудь над Сибирью взорвать атомную бомбу, чтобы все испугались очень сильно. Все равно, мол, там где-то проводим ядерные испытания в Сибири, ну вот, нарушим мораторий и взорвем ядерную бимбу, чтобы все испугались. Тогда ее объявили чуть не сумасшедшей, ну помните, да, вот этот скандал, они начали кричать, да как вы можете, да мы такого никогда не сделаем, да что вы говорите такое. Вот. А сейчас вот уже депутатники, депутат Колесник, это и от партии воров, это Единая Россия, заявляют приблизительно то же самое. То есть, я не говорю, что они, конечно, будут взорвать какую-то бомбу над своей территорией. Они вообще ее сейчас не будут взорвать, потому что это, как говорится, конец, за которым следует крах кремлевского режима, его тотальное уничтожение, в силу его ограниченных возможностей, поэтому там ничего хорошего им не светит. Но, вот эта ядерная риторика, вот в данном случае, вот этот вот, держи морда Колесникова, там только на морду стоит посмотреть, об него, я не знаю, если пять пацюков шмякнут, то, наверное, все пять пропадут. Жалко, хотя, жалко пять пацюков на такую морду. Да, так вот, исходя из того, что он говорит, бимбу надо взорвать над территорией восточной части Российской Федерации, чтобы все изумились. Я так понимаю, что после этих слов, уже, знаете, наученные горьким опытом жители Воронежа, понеслись массово закупать йод. Кстати, если вы этого не сделали, воронежцы бегом в аптеки, закупайте все, что только можно, потому что с ваших идиотов, знаете, все, что угодно можно ожидать. Ну, так откуда же такая истерика? Ну, истерика, конечно, по, из-за возможной, которой пока нет, передачи разрешения Украине долбашить дальнобойными ракетами по территории России. Из-за этого. В качестве другого аргумента для использования ядерной бимбы по своей же собственной территории, это вообще-таки надо быть идиотами, значит, называют оккупацию Украиной, части Курской области. Ну, так вот, по Курску можно шарахнуть правильно, в принципе, будет... Ну, вы же хотите по-восточной, хотя я бы, ну, все-таки Курщина, это Украина, вот, а вы же не должны по украинской территории, а то по вам тоже могут шарахнуть. Значит, шарахните почему-то более исконно толоконному, да, и тогда будет нормально. Вот. Понятное дело, что никто это сейчас делать не будет, но одно то, что вот у них раз за разом идут вот такие вот высказывания, такая просто-таки паника какая-то наступает, видно то, что они не знают, что им делать. Тупо не знают, что им предпринять. Они не могут выдавить наших из Курской области. Они не могут каким-то образом продвинуться в Донецкой области. Они прекрасно понимают, что чмобики заканчиваются, что те атаки, которые они в Донецкой области производят, они просто приводят к тотальному уничтожению их собственного лишнего состава. И, как говорится, это dead end, мертвый конец. Да, это тупик. Тупик. Куда дальше идти, что делать, я не знаю. Это у них просто, знаете, такая звериная злоба и полная истерика. Ну, так это же хорошо.